У Вогули Пошукова корызнавчая работа о поколюбочек распочалась в 1959 году. Креместовые школьники разум с наставниками установили особу ранее неведомого бойца, який загинул подчас боев за Вёску в 43-м. По вынику прозвище «Урадженца Перской в области» заявилось она помнику воинным-возволителям, а его имя назвали «Школьную пионерскую дружину». Сегодня традиции, закладенные еще 60-х годов тому, протягиваются. Дети участвуют в разных проектах. Например, проект «Наши земляки», «Наши талантливые люди» нашей деревни Поколюбичи. Дальше еще участвовали в проекте по улицам. Когда была основана та или иная улица? За помогой школьников и их родных у Поколюбичек не только издали для обновить сторонки местовой истории. По шуковой произношенной работе затекались она со старой лавиасковцы. У местовой церкви, например, могут поведомить факты из истории прихода и везки, ведомые далеко не кожному ученому. Исследуем работы прошлого времени для того, чтобы нам познать, как говорится, нет у людей будущего, если они не знают своего прошлого. Поэтому наша история для нас, конечно, очень и священно, и трепетно, и прилагаем все усилия, чтобы сегодня ее изучить, вспомнить и передать будущему поколению. Историко-крайзначный музей у Поколюбичек в 90-х годах находится в Занепаде, и лезь в уголе не из них со список объектов культуры, а ле одновился и теперь лечится одним из центров малой родимым. Тут навод плясовку военные и сельскохоспадаршие техники створили, причем частку экспонату передали по распоражению президента Беларуси. Хоть есть тут и властные раритеты. Вот это самый первый трактор, который заявился в местных господарствах еще в 1934 году. На постамент его поставили не где в 70-х годах, в минусе 100-х годах. Интересно, что сюда он приехал еще своим ходом. Это первый трактор символ рационной славы Жахаров Поколюбича. Рационное достигнение земляков для Жахаров Поколюбич еще одна подстава, гоналица малой родимой. С 1981 года на протягу 5-ти годов местный колхоз-миллионер был переможцем всесоюзного социалистичного спавборненства и узнагородживался червонным стягом Центрального комитета КПСС, Совета Министра Советского Союза, Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов и ЦК Комсомола. У вынеку стяг, яким имел статус пероходных, было выращено покинуть упоколюбичных на зауседы. Директор музея Катерина Воробей об этом рассказывая об аязково и агучивая свою махчима самую заповедную мару, жанчина у Радженко-Чачевского района. Ей родная вёска потерпела вынеку чернобырской аварии и зараз уже неяснуе. Собрать разом в учнях былой школы и объеднать их вокруг музея. Гэта плана уже на бегучий год, тады пока любите, станут малой родимой не только для местовых же хоров, а леет их, кто свою родимую стратил не по властным жаданне. Постараемся найти те экспонаты, которые нам были близки, и разместим их в нашем музее. А ещё планируем здесь провести встречу с нашей Чечерской землей, кто начинал там работать, учиться. Но живут сегодня большинство людей в городе Гомель. Я думаю, что мы соберёмся и это по силам нам сделать.